Всем добрый день, меня зовут Падуфалов Битрий, я представитель компании Рослайн Агросервис. Сегодня на выставку мы привезли две машины фирмы ЖК Машинерии. Это Vibromax серия 10-122 и Vibromax 10-222. Давайте пару слов по каждой из них. Машина Vibromax 10-122. Давайте откроем. Вставляем из себя ситовый корпус, где расположены вверху и внизу решетки. И таких по два решета в ряд. Всего получается в машине четыре решетки. Здесь установлена и на работе дали. Предварительная аспирация в виде двух патрубков. То есть материал поступает в корпус. И с помощью регулировок вот таких вот патрубков мы предварительно убираем пыль, легкие какие-то примеси. Которые будут соединены с операционным шкафом и осадочной камерой. Вот здесь поступая в осадочную камеру, шнеком выводится сюда. Далее материал, который у нас не провалился через верхнюю решетку. Это есть так называемые крупные отходы. Вводится отдельным патрубком. Вводится вот в эту часть. То есть проконтолировать это можем мы вот так. Убрав крышечку и посмотреть, что там происходит. Материал, который у нас провалился через нижнюю решетку. Также выводится отдельным патрубком. Мы можем его с этой стороны. Вот он внизу. Кругленький. Вот. Далее материал, который уже предварительно вошел геометрию, да, шанси-то. Поступает у нас в осадочный шкаф. И с помощью регулировок воздуха. Вот одна. То есть здесь специально нечетная шкала. Меньше, больше. Для простоты ориентирования. И вторая регулировка стенки. Здесь также есть шкала меньше. Шкала больше. Это вверх. И такая же внизу. То есть с помощью двух регулировок воздуха. Мы делаем чистку по аэродинамике. То есть по удельному весу. Таким образом машина сочетает в себе функции двух машин. Это решетная машина. Где чистится по размеру. Так называемой геометрии. И по удельному весу. Так называемая аэродинамика. Производительность данной машины составляет 50 тонн в час предварительной очистки пшеницы. Либо 30 тонн пшеницы товарной очистки. Либо 12 тонн семенной очистки. Общая масса данного экземпляра вместе с вентилятором, рамой, ситовым корпусом, аспирационный шкаф и осадочная камера составляет тонну 200. Общее энергопотребление составляет 8,5 киловатт. Давайте пару слов расскажем про машину, которая чуть больше. Это Vibromax серии 10-222. Она представляет из себя такую же раму, ситовый корпус. Только здесь уже мы можем наблюдать решетный стан, состоящий из двух потоков. То есть также верхнее и нижнее решето, верхнее и нижнее решето и два решета в ряд. Но потока два. Таким образом, на данной машине мы можем сделать уже предварительной очистки 100 тонн, это по пшенице, до 60-65 тонн товарной очистки и 20-25 тонн семенной очистки. Здесь также на машине серии 10-222 установлена дополнительная аспирация на входе, что позволяет нам на 1,5-2% снижать ссорность перед попаданием в ситовый корпус. Конструктив машин идентичен, потому они называются модульами. Здесь также имеется у нас аспирационный шкаф с осадочной камерой. Забыл показать нашим коллегам и друзьям, что у всех шкафов аспирационных перед входом материала есть магнитная колонка, которая предотвращает попадание металлических примесей, какой-то стружки и всего остального прочего. А теперь давайте посмотрим машину в работе. Какую включить? Маленькую или большую? Да. Давайте посмотрим машину в работе. Насколько она легка и проста. Вся вибрация, которая происходит от двух вибромоторов, гащится пружинами колебаний, которые находятся на раме. Вот вы можете и думать. В данный момент машина не закреплена, стоит просто на асфальте. Все колебания гасятся четырьмя пружинами. Две впереди, две сзади. Таким образом машина может быть установлена в любой зав, даже самый дневой, в любой элеватор, учитывая свои малые габариты, малое энергопотребление и практически минимальную вибрацию. Всем спасибо. Ждем вас на выставке.